Всем привет, дорогие друзья! Это шоу Олег Жарит, меня зовут Тамелин Олег, я шеф-повар проекта Едим Дом Ру. Сегодня у нас по-настоящему теплый выпуск. Я поделюсь с вами осенним рецептом блюда для всей семьи. Ноябрь, на улице уже холодно, золотая осень давно прошла, по крайней мере у нас в Москве. В это время года мы особенно любим готовить наваристые супы, рагу, сытные пироги, а также всевозможные запеканки. Ее рецептом я сегодня и поделюсь. Поехали! Ингредиенты для нашей запеканки довольно доступные и простые. Блюда можно приготовить абсолютно каждый. Основу составляет мясной фарш с овощами, затем сверху картофельное пюре, а еще выше хрустящая сырная корочка. Итак, пробежимся по ингредиентам. Для мясной части будем использовать говядину, толстый край, овощи, сельдерей, репчатый лук, лук-порей, чеснок. Сельдерей также берем в стебли, морковь. Для соуса, который будет составлять мука, наваристый мясной бульон и сливочное масло. Также в наше блюдо отправится соус ворчестер, копченая паприка и зелень петрушки и розмарин. Для картофельного пюре, которое будет сверху покрывать наш мясной фарш, будем использовать картофель и молоко. Не забудем подсолить. А также для запекания нам необходима большая жаропрочная форма. У меня люминарка, но об этом чуть позже. Начинаем готовить. Нарежем морковь, нарезаем все кубиком, таким достаточно мелким. Овощи будем обжаривать, также мясо тоже будем нарезать мелким кубиком и тоже будем обжаривать вместе с овощами. Морковь готова. Далее, что тут у нас? Сельдерей. Используем сельдерей как корень, так и стебель. Корневой сельдерей очень ароматный, вкусный, дает очень интересный аромат, хороший вкус. Сельдерей готов. Далее, репчатый лук. Тоже мелким кубиком. Можно нарезать вот так, да, то есть сначала полукольцо, а затем уже кубик. Готово, лук нарезан. Далее лук-порей, прям вот так вот крупно. Лук-порей достаточно быстро готовится, мягкий сам по себе, поэтому его можно нарезать достаточно крупно, не мельчить. Он приготовится. Сельдерей, стебель. Подрежем пополам. Пополам и тоже кубиком. Так, чеснок. Чеснок давим. Чеснока достаточно много. 4-5 зубчиков. Все, чесночок будем готовить вместе с овощами, то есть не в конце добавлять, а сразу. Итак, нарезанные овощи отправляем обжариваться. Немного масла. Прямо в сковородку. Сельдерей, лучок, лук-порей, морковь, все-все-все. Чеснок. Все отправляем обжариваться сразу. Так, обжариваем овощи, перемешиваем. Вкуснотища. Так, пока овощи обжариваются, нарезаем мясо, затем зелень. Итак, мясо на дощечку. Нарезать мы будем мелким кубиком, да, чтобы у нас получилось такое рубленое мясо. Овощи кубиком, все это в соусе. Красота! Мясо я уже обрезал, обрезал все лишнее, пленки, жилки, все убрал. Остались только вот такие вот жировые вкрапления, которые ничем не испортят наше блюдо. Некоторые, наверное, уже догадались, какое блюдо взято за основу. Оригинальное название этой запеканки – пастуший пирог – это традиционное британское блюдо. Изначально его готовили бедники из остатков мяса и картофеля. Впрочем, это стандартная история для большинства известных блюд. Название же пастуший или шепард спай закрепилось окончательно в 20 веке. Он стал частью британской культуры, даже встречается в книгах о Гарри Поттере и Шерлоке Холмсе. Так, мясо нарезали. Пока резали, овощи у нас обжарились, стали мягкие. Перекладываем в чашку. Можно обжаривать мясо вместе с овощами. Я просто боюсь, что у меня не уместится все это в сковородку. Поэтому мы овощи переложим, обжарим мясо, а потом объединим овощи и мясо. Так, овощи мы переложили. Немного масла. Сковородочка горячая. Отправляем жариться мясо. Сразу мясо не перемешиваем, даем ему подрумянится, чтобы получилась приятная хрустящая корочка. Так, все обжарилось. Возвращаем обратно овощи. Не забудем посолить. Поперчить. Ну что, готовим соус. Для этого нам понадобится хороший говяжий бульон, мука и сливочное масло. Переходим на плиту. Итак, соус. Сотейник. Пару столовых ложечек муки. Ну, две. Разогреваем. Добавляем сливочное масло. Сразу все это дело перемешиваем. Все, мука собралась. Получаются вот такие крошки, как мои подписчицы. Вооружаемся венчиком и начинаем добавлять говяжий бульон. Сразу все это перемешиваем. Бульон горячий. Мука с маслом тоже горячая. Все это заваривается моментально. Перемешиваем до однородной консистенции, чтобы не было комочков и соус приобрел гладкую однородную текстуру. Он не должен быть сильно густым. Консистенция жидкой сметаны. Все, соус готов. Отправляем все это в сковородочку, где у нас мясо с овощами. Опа. Перемешиваем. Даем немножечко протушиться, чтобы мясо, овощи и соус были как единое целое. И картошечка у нас тоже сварилась. Переложили в большую чашу. Оставили немножечко жидкости, в которой она у нас готовилась. Добавляем молоко. Оп. Берем картофеледовилку. И превращаем все это в пюре. Мнем картофель до однородной консистенции, чтобы не было никаких комочков. Было красивое гладкое пюре. Промяли мы пюре. Не забудем подсолить. Убираем в сторонку. Итак, мясо готово. К нему добавим рубленную зелень петрушки, розмарин, паприку и вурштерский соус. Нарезаем зелень. Так, петрушечка. Опа. Готово. Петрушка добавит нам свежести в блюде. Розмарин. Прямо вот так вот. Тоже слегка измельчим. Все. Пересыпаем сковородочку. Далее. Копченая паприка. Соус вурштерский или ворчестер. Все это перемешиваем и будем собирать нашу запеканку. Для запекания возьмем большую круглую форму. Это новинка от французского бренда посуды Luminark. Уникальная жаропрочная форма для запекания из коллекции Divali Smart Cuisine. Сделана из закаленного стекла. Она до 30% легче других форм для запекания. Выдерживает до 250 градусов и очень легко моется. Благодаря изящному внешнему виду ее можно использовать не только для запекания горячих блюд пирогов, но и для подачи на стол. В коллекции представлены формы разных размеров. Все на ваш вкус. Открываем. Достаем самую большую форму. Посмотрите, какая она стильная и элегантная. Ополоснем форму и начнем готовить. Ополоснули форму. Вниз положим немного пюрешки. Пусть это немножечко не по правилам, но так вкуснее. Немножко равномерно все это распределяем по форме. Она будет у нас снизу под мясом. Далее перекладываем мясо с овощами. Тоже его выравниваем. Далее опять картошка. Тут уже можно не экономить, класть побольше. В картошечку можете добавить зелень. Кстати, зеленый горошек. Будет тоже неплохо. Полная форма получилась. Смотрите, я думаю, что хватит на всех. На большую семью точно. Далее все это посыпаем сыром. Я взял натертый пармезан. Сыр у нас подпечется. Будет красивая румяная корочка. Ставим в духовку. Предварительно мы ее разогрели на 180 градусов примерно на 15-20 минут. Тут, в принципе, готовиться особо нечему. Мясо готово, пюрешка готова. Ждем, пока только растает сыр. Отправляем в духовку. Так, ну что, все запеклось. Сырочек распаялся, все готово. Сначала разрежем, потом переложим. В принципе, пюре достаточно жидкое, мягкое. Поэтому нож особо-то прям и не нужен. Картошечка с сырком. И вторая. И теперь мясная начинка. Ух ты! Ароматы фантастические. Чалка, конечно, камерно передает. Но, правда, очень вкусно. Розмарин, петрушка делают свое дело. Друзья, у нас все готово. Обязательно попробуйте приготовить это дома. Соберите всю семью за ужином. Обещаю, все останутся в восторге. Ну, а я пойду угощать свою съемочную команду. Всем уютных домашних вечеров и хорошего настроения. Увидимся ровно через неделю в программе Олег Жарит. До новых встреч. Пока-пока.